Ну, солёная продукция. Да, конечно, содержание соли в нашей еде. Поэтому наш первый совет на эти две недели, если вы будете снижать давление вместе с нами, первый совет. Ограничивать употребление соли. Почему? Потому что ограничение до 5 грамм соли в день снижает артериальное давление у человека от 4 до 9 миллиметров сутного столба. То есть у вас просто может снизиться, если на 9 миллиметров, просто до нормального уровня. И мы уже будем не беспокоиться за вас. Итак, друзья, Герман Шаевич говорит ограничить употребление соли. Но поскольку мы боремся с давлением за две недели, я предлагаю исключить. Вы меня поправите, если я слишком уникальна. Абсолютно. Есть такие рекомендации исключения соли полностью из рациона, потому что в любом случае натрий содержится в тех продуктах, которые мы едим. Но если не засаливаете, вы все равно берете в пределах 2-3 грамма натрия хлоридов в день. Итак, что мы исключаем? Соль как таковую. Все впрямую соленое. Огурцы, помидоры, капусту. Все впрямую соленое. Сосиски и колбасы, потому что это глубоко соленые продукты. Любые консервы. Это все продукты с солью. И мы исключаем сыры, потому что сыр содержит огромное количество соли. Почему мы этой разы в неделю соблюдать особые гипотензивные, снижающие давление разгрузочные дни? Вносите нам все необходимое. Герман Шеевич, что мы рекомендуем? В принципе, рекомендуют рис, который я не очень люблю, но рис содержит высокую концентрацию калия. Если вы его не досаливаете, калий, он природный антагонист натрия. Это позволяет еще больше снизить давление. То есть вы берете стакан сухого риса, промываете его несколько раз, заливаете водой, оставляете на ночь. С утра вы варите рис, и у вас получается довольно большое количество риса. Рис не соленый. Это самое главное. Он делится на 8 частей, и в течение дня вы едите радостно и весело с мыслью о снижении давления. Люди смеются. Я обожаю разгрузочный рисовый день. Едите рис. Калий, который в рисе вытесняет натрий, выводит воду. Вы увидите, как часто вы будете бегать в туалет, и давление будет снижаться. Итак, на 2 недели мы исключаем соль, все продукты с солью, и 2 раза в неделю, то есть 4 раза за 2 недели, а через 2 недели мы вас вызовем, мы подведем итоги, мы всех проверим, 4 раза рисовый разгрузочный день. Хорошо. Это не нужно. Оно не приведет к снижению давления в течение 2 недель, но в дальнейшем давление будет ниже. Вот так. Итак, холестерин чем опасен, знаете? Ну, как все, в общем-то. Ну, то, что бляшки эти закрывают. Абсолютно верно. Кровь плохо проходит, и давление повышается. Абсолютно верно. Итак, как мы будем снижать уровень холестерина, Герман Шеевич? В принципе, естественно, есть еда, которую, я думаю, что... Надо исключить на эти 2 недели. Только 2 недели. Только на 3 недели. Пока просим на 2. Продукты богаты животными жирами, ненасыщенными жирами. Сливочное масло. Сливочное масло. Сметана. Майонез. И говядинка. Любое жирное мясо. И говядинка. Она жирная, Герман Шеевич, с любовью к мясу. Исключить на 2 недели. Что оставить? Пойдемте к тому столу. Кефир. Сметану и майонез заменить кефирной заправкой. 0% кефир. Раз. Дальше, Герман Шеевич. В принципе, вот этот поднос отражает так называемую диету Даш. То есть это диета, которая доказана, что только замена этих продуктов на продукты, которые находятся на подносе, рыба, овощи, фрукты, снижает давление на 4-6 мм трутного столба. Две недели. Продержитесь. Мы вас умоляем. И вам тоже мы дарим дневнические болезни. Суть лечения состоит в том, чтобы не допустить подъемов, не допустить кризов. А вовсе не в том, чтобы спохватываться и лечить. Вы не чувствуете давление. Ведь вы же не знали, что сейчас давление. Никто не чувствует давление. Значит, немедленно начать прием лекарств. Хорошо. И еще один простой совет, Герман Шеевич. Здесь шагомер. Какой совет мы дадим нашей гостю? Мы говорим о дозированной физической нагрузке. В данном случае ходьба, которую нужно делать 30-40 минут. Минимум 4 раза в неделю, а лучше все 7. Со скоростью 2 шага в секунду. Но надо еще ориентироваться на пульс. Люди должны быстро ходить, а не в развалочку. Желательно достигать пульса 120-130 ударов в минуту минимум. Человеку, который начинает физическую нагрузку с таким высоким давлением без таблеток, ему нужно сделать пробу с нагрузкой и посмотреть, или он не поднимает давление выше 200 миллиметров штутного столба при нагрузке. То есть или вы начнете пить таблетки, снизите давление, и после этого начнете ходить. Я хочу дать вам вот этот шагомер. И хочу, чтобы вы нам показали, что значит 2 шага в секунду. Как вы думаете, это с какой скоростью ходьба? Просто... Ничего подобного. 2 шага в секунду, это знаете ходьба какая? Это ходьба вот такая. Раз-два, раз-два, раз-два. Это полуспортивная ходьба. Это очень быстрая ходьба. Очень быстрая ходьба. И что происходит с человеком во время ходьбы? Почему мы ратуем за это? Почему это снижает давление? Как вы думаете? Я всегда думала, что наоборот, должно повышать, если быстро идешь. Нормальная реакция за расширение сосудов. Давление остается примерно таким же или даже немножко снижается. Итак, главное... Ну вот давайте на месте со скоростью 2 шага в секунду. Пошли. Что происходит? Хорошо очень. Ходьба. Прием лекарств. И ходьба после той пробы, о которой сказал доктор Гондельман. А, Елена Васильевна, и стоит добавить, что регулярная физическая нагрузка приводит к снижению веса, что само по себе снижает давление тоже. Итак, убрать соль, заменить животные жиры растительными, заменить еду, как мы показали, и ходьба. Друзья, для всех, кто присоединится к нам снижать давление за 2 недели, идеально, если 30-40 минут вы будете ходить каждый день. Скорость 2 шага в секунду. Ходить нужно не реже 4 раз в неделю. Чтобы это... Постойте. Ой, мамочки, что же у нас сегодня вообще происходит? 150 на 100. На 101 для точности. Ну, нечего говорить, давление высокое. Я хочу сказать, что есть еще одна причина повышенного давления. Это, конечно, стрессы. Да, Герман Шайч? Да, это однозначно. Например, если взять человека, который работает, отправить его на 3 недели в отпуск, к концу отпуска у него артериальное давление будет гораздо ниже, чем во время обычного рабочего дня. Мы хотим всем показать, как бороться со стрессами, друзья. Мы принесли вот такой коврик. Как вы думаете, для чего? Чтобы упражнение сделать. Неправильно. Герман Шайч, давайте стульчик попросим на нашей медицинской площадке. Вы знаете, на самом деле есть очень простой способ борьбы со стрессом. Мы рассказывали об этом способе в нашей программе, посвященной аюрведе, древней индийской медицине. Это медитация. Как к медитации относится современная медицина? Садитесь, пожалуйста. Герман Шайч. Я думаю, что положительный. Любой способ, который может помочь организму справиться с проблемами, в данном случае, снизить давление. Вы можете делать спокойный вдох, спокойный выдох, сосредоточившись только на вашем дыхании. Ни на чем больше. Просто слушайте, как вы вдыхаете и выдыхаете. И вот в такой позе, с самыми светлыми мыслями о том, что все в жизни наладится, вы должны провести 5-10 минут утром и 5-10 минут вечером. А знаете, как еще индусы любят? Они еще любят после этого потереть ладони через 10 минут, смотрите, теплые ладошки приложить вот так вот к глазным яблокам. Глазные яблоки почувствуют тепло. И вот это вот завершение медитации. Отлично. Это борьба со стрессом. И это наш четвертый совет. Вы лекарства пьете? Нет. А у меня не бывает такое давление. А пытались делать диету? Диету? Ну, пыталась, да. Последний совет, который мы дадим, Герман Шайчев. Существует определенная дискуссия о профилактике первичной сердечно-сосудистых заболеваний с помощью аспирина. Но обычно людям свыше 55 лет, у которых есть множественные факторы риска, давление, диабет, курение, ожирение, мы рекомендуем начать принимать маленькую дозу аспирина. Самая главная угроза повышенного давления, это, конечно, инсульты и инфаркты. Когда формируются вот такие тромбы, вот аспирин не дает образовываться. Итак, орешки кешью. Дмитрий Николаевич, почему они попали в список супер-еды для борьбы с раком? Орех экзотический в России, но в мире достаточно широко распространенный. Родиной его является Бразилия, и самое большое количество этого чудесного ореха производится именно в Бразилии. Вот это вот, неимоверными усилиями доставленный к нам плод. Вот это орешек кешью. Это он или он внутри? Он внутри, это скорлупа, но внутри находятся как раз орешки. Видите, такие как мини-боксерские перчатки. А вот это чудесное вот создание, похожее на перец знакомый нам болгарский, да, это называется яблоко кешью. На самом деле это никакое не яблоко, это такая цветоножка в биологическом смысле. То есть это не плод, это псевдофрукт. Так вот, на этой цветоножке располагается вот этот вот орех. Он покрыт оболочкой, с такого бледно-зеленого цвета, с которой обращаются очень осторожно. Причина проста. Вот видите, весь орех, который находится в нашей кухне, он шаушенный, он без журы. То есть мы никогда не видим ореха в этой оболочке. Очень важно почему. Потому что эта оболочка содержит очень едкую феноловую смолу. То есть токсичную. Очень токсичную, которая может жесточайше нанести ожоги человеческой кожи. Поэтому их аккуратно очень очищают, специально обученные люди, и потом их специально нагревают, чтобы остатки этой смолы испарить. И вот под этой оболочкой располагается уже обычная оболочка, как в любом орехе. Чем он примечателен, и чем он для нас оказался интересен? В нем содержится вещество под названием проантоцианидин, которое и является тем противораковым средством, о котором мы вот говорим, говоря об орехе к кэшью. Это вещество, способное замедлять деление раковых клеток, препятствуя, например, развитию рака прямой кишки. Вот так. Так что, кто хочет вместе с нами вступить в непримиримую борьбу с раком прямой кишки, используя орешки кешь, и выходите к нам. Как вас зовут? Скажите. Татьяна. Диана? Татьяна. Татьяна. Чем вы занимаетесь, Татьяна? Работаю. Кем? В банке. В банке? Да. Что вы там делаете? Взыскиваю задолженность. Да? Да. Взыскиваю задолженность. Черри для того, чтобы приготовить вкусное блюдо с орехами к кащью. На половине. Нарезайте бобедорчики. А если как понравится к кащью? Танюш, и отвечайте на мои вопросы. Итак, Дмитрий Николаевич, по какому принципу сегодня пьедестал почета? Пьедестал почета мы нынче решили оставить по нарастанию и любованию калорийности орехов. Потому что орехи очень высококалорийный продукт, очень жирный. Итак, по калорийности. Орехи грецкие, орехи арахис и орешки кешью. Танечка, с точки зрения калорий, как вы их разместите на пьедестале почета? Арахис. Ставьте. Арахис на первом месте. Так. Так. Грецкие. Грецкие на втором. Кешью на третьем. Дмитрий Николаевич, замолвите слово. То есть я так понимаю, что кешью менее калориен, чем, скажем, арахис и грецкие. Так я? Да. Правильно, да? Ну, да. Только здесь мы должны вот так сделать. Но кешью действительно менее калориен, чем два вот этих вида орехов. Надо заметить, что разница эта невеликая. Орехи обладают высокой энергетической емкостью. Что грецкие, что арахис. Ну, кешью поменьше содержит калории. В общем, все высококалорийные, но кешью чуть-чуть поменьше. Ну, уж хоть с калориями, да хоть уж получим борьбу с раком прямой кишки. Ну что, пойдем? Теанит. Вещество, подавляющее рост раковых клеток прямой кишки. Вот так. Так что... Нужно обязательно посмотреть срок годности. Так. Чем свежее? Срок годности? Производство данного продукта, когда это было упаковано, тем, наверное, они будут свежее. Дмитрий Николаевич, добавляйте. Как выбрать орешки? Ну, орех, по счастью, такой продукт, который можно и увидеть, и понюхать. Понюхать надо обязательно. Потому что любой продукт с высоким содержанием масла, если он пропадает, он начинает издавать специфический прогорклый запах. Если его нет, значит, он не пропал. И цвет его должен быть равномерный, светлый, без... Вот мы специально, видите, подобрали вот такие вот орешки, которые покрыты плесенью, грибками и очень некрасивые. Вот такие не надо кушать. Вот плохие орешки, друзья. Вот такие лучше не выбирать. А теперь о хорошем. Как хранить орехи? Ну, их, наверное, нужно ходить и хранить в темном, сухом месте. Дмитрий Николаевич, добавьте. Ну, и темное место, и сухое, все правильно. Нужно прекратить доступ к кислороду, который является окислителем. И, конечно, масло, содержащееся в орехах, при открытом хранении прогоркнет. Поэтому надо поместить в контейнер, закрыть. Давайте засыпем, подождите. Закрыть. У нас вот есть такие специальные контейнеры. И даже можно в холодильник отправить этот контейнер, поскольку он лишен доступа кислорода. И здесь орехи сохранятся около месяца. Можно более того, их можно заморозить вообще. И тогда они... Да? Да, можно в морозилку положить. И они даже... И они около года могут храниться в замороженном виде, ничуть не теряя своих хороших свойств. То есть, в общем, храня орехи, мы должны относиться к ним как к жирным продуктам. Масло же мы не храним в сухом и темном месте. Правильно? Нам это в голову не приходит. С орехами та же история. Можно в холодильнике, можно заморозить и будет очень долго сохраняться. Как употреблять в еду? В каком виде, Танечка? С чаем мы их пьем с утра. Вот она жизнь банковских работников. Дмитрий Николаевич, как употреблять? Вот смотрите... В свежем виде нормально. Конечно, в свежем виде, но хорошо бы поджарить, потому что более вкусен орех. Поджарить, разумеется, не используя никакого масла, потому что этот продукт сам по себе масляный. Чуть-чуть поправлю. Мы даже не столько поджарили, сколько посушили. Да, высушили. Потому что мы противники прямой жарки. Поэтому это не жарко в том смысле, когда там масло дымится и так далее. А сделать его сухим, хрустящим, чтобы он был приятен на вкус. И можно делать салаты прекрасные. Вот мы сделали тут такой необычный очень салат. Вот. И очень вкусно получается. То есть мы все равно оставляем орехи свежими. А орехи оставлены в первозданном виде, немного подсушенные, да? Абсолютно верно. Питье. Так. В-третьих, вызвать врача и принимать те лекарства, которые он назначил. Почему? Потому что после гриппа могут быть осложнения. Правильно. Вот вы какая молодец. Вы знаете, я хочу сказать, что поскольку гриппу сегодня весь мир уделяет огромное внимание, то есть специальные рекомендации ВОЗ, рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Как лечить свиной грипп. Я сейчас хочу все это, Олечка, можно нам сюда принести? Андрей Петрович, и по пунктам. Итак, первое. Постельный режим. Мы согласны. Да, абсолютно. Но человек и сам не встает. То есть вы можете ему даже не советовать. Он будет лежать пластом. Обильное питье. Обильное питье, конечно же. Абсолютно верно. Обязательно контроль интоксикации. То есть если возникает тяжелая температура, обезвоживание организма, потому что иногда человеку даже бывает тошнота, рвота, понос, то эти вопросы должны быть купированы. Обязательно. У детей, у пожилых снижение температуры, если она выше 38 градусов. Это тоже обязательно. И еще один важнейший пункт. Обязательное использование специальных противовирусных лекарств. Мы сегодня вам скажем только о рекомендациях ВОЗ. Потому что считаем их абсолютно проверенными и точными. Какие препараты рекомендует ВОЗ для лечения? Научное название осельтамовир – это препараты, которые работают против свиного гриппа, который зарегистрирован у нас на территории России и утвержден ВОЗом. Всего два препарата. Генерическое название одинаковое – осельтамовир. Торговая – реленза или тамифлю. Вот как действуют эти лекарства, Андрей Петрович? Что они делают? Они не дают вирусу размножаться. У вируса существует такой белок нейроминидаза. И, соответственно, они блокируют эту нейроминидазу. Мы можем вот показать. Ну, покажем. Можно я вот так начну? Смотрите, вот вирус был прикреплен к вам, да? Он прикрепляется, впрыскивает свою ДНК внутрь и начинает размножаться. Что делают эти лекарства? Держите. Вот это вот тот самый фермент, благодаря которому вирус прикрепляется. Лекарство берет, этот фермент блокирует. Все. И фактически он не может заразить, не может размножиться. Все, он уже вот так вам прилипнуть не может. Он уже будет отталкиваться, прыгать, бегать, и ничего не сможет. Это для больных. А вот что делать, если в семье есть больные, или вы понимаете, что сейчас эпидемия, знаете или нет? Я не медик, я не могу судить. Вы знаете что? Давайте все необходимое внесем в нашу студию. Вы знаете, вот Всемирная организация ВОЗ разработала несколько критериев. Критерий первый. На каком расстоянии люди должны находиться друг от друга? Андрей Петрович. Вы в несколько раз снизите вероятность заражения, если же находитесь на расстоянии более метра. Друг от друга держите. Друг от друга. Вы на этом расстоянии достаточно безопасно будете общаться, и не иметь возможного заражения. От кашляющих, чихающих и громкоговорящих людей надо находиться на расстоянии один метр. Первое. Второе. Мытье рук. Нет более эффективного средства для того, чтобы не заболеть, чем мытье рук. Руки можно мыть дома, можно использовать специальные гели. Сейчас есть гигиенические салфетки, гели. Если вы находились в каких-то людных местах, или вам приходилось брать какие-то ручки дверные, там, я не знаю, входить в офисы, в магазины, это однозначно необходимо. Итак, друзья, спирт, содержащий гели. Вы должны иметь маленькую бутылочку. Мы вам большую принесли, чтобы на всех хватило. Спирт, содержащий гели. Всем побрызгать на руки. Андрей Петрович, ой, насколько эффективно это защищает от распространения вируса гриппа. Это не то, что эффективно. Это в десятки раз снижает вероятность заражения. И что еще важно? Это вот предметы личного пользования. Это третий пункт, друзья. Это третий пункт уже будет. Личные предметы должны быть личными. Мобильные телефоны. Мобильные телефоны, ручки, клавиатуры компьютерные. Ручки. Косметички, чего угодно. Расчески. В этот период времени мы всегда говорим, что это предметы личные. А в такой период времени, когда есть эпидемические проблемы, то мы однозначно говорим, что они супер личные. Ну что, и последнее, чему мы вас должны научить. Как правильно чихать? Вы сами-то знаете? Ну, обычно чихают в платок. А платок какой? Одноразовый, бумажный. Первое правило. Только в одноразовый платок. Второе правило. Если нет платка. Если нет платка, можно в локоть. Только в локоть. Покажите как. Апчи. Не вот так. Потому что... Потому что все останется на руке. Первый. Эти руки потом заразят всех. Еще раз напомним вам. Вторая волна свиного гриппа. Еще можно сделать прививку. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. И в первые сутки от начала болезни принимать лекарства. Это все про медицину. Нам осталось... Это все про медицину.